Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергея Михедова. Здравствуйте! В этом году 10 городов и сел Якутии стали победителями первого дальневосточного конкурса лучших проектов благоустройства. Сумма федерального гранта 900 миллионов рублей. На эти средства уже со следующего года начнут строить новые парки, скверы, площади и набережные. Подробно о победе республики во всероссийском конкурсе расскажет главный архитектор Якутии, руководитель управления архитектурой и градостроительства при главе республики Любовь Попок. Любовь Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Как известно, первый дальневосточный конкурс является продолжением уже известного всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях, где Якутия также неоднократно одерживала победы. Почему в этом году было решено провести отдельный конкурс для субъектов Дальнего Востока? Да, верно. Якутия участвует еще с 2018 года. В течение шести лет у нас уже 21 победа, около полутора миллиарда рублей гранта федерального. И, соответственно, это все идет на развитие благоустройства наших городов и сел. В 2018 году, когда все конкурсы начались, вот этот период дважды выигрывал Олег Минск, Покровск, Нюрба. Также участвовал Среднеколымск, город Ленск, Алдан и Тамот. В этом году действительно Министерство строительства объявило отдельный конкурс именно для городов Дальнего Востока. И об этом, конечно, нам стало известно 1 марта. И в очень кратчайшие сроки были составлены заявки. Основное отличие нового конкурса от ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов по проектам – это то, что изменилось состав участников и требования к самому конкурсу. Во-первых, сейчас к заявкам обязательно было требование, это проектно-сметная документация с экспертизой. И самое важное – это изменился состав участников. Появились теперь у нас села. По городам не более 250 населения должны участвовать. И села от 5 тысяч человек. Проще говоря, для наших сел Якутии появилась такая возможность участия в конкурсе всероссийском. Конкурс проходил в два этапа. Когда состоялся первый этап, и кто стал победителем там, и сколько всего конкурсных заявок было направлено? Да, действительно, конкурс проходил в два этапа. Как я уже ранее говорила, первый этап был 1 марта. В первом этапе участвовало у нас 11 заявок. И выиграли 5 победителей. В первом этапе город Ленск. Обустройство пешеходной зоны на улице Арджинькидзе получили 50 миллионов. Также по 50 миллионов получили благоустройство набережной озера Мюру. Это барагонцы в Жатае, бульвар. Площадь Победы в Бердегистяхе. И 100 миллионов рублей получил у нас Верхневилюйск. Очень серьезные суммы, действительно. Вот расскажите, пожалуйста, о победителях второго этапа. Победители второго этапа дальневосточного конкурса. Повторюсь, еще в первом этапе 5 поселений получили 300 миллионов рублей. Во втором этапе это уже 600 миллионов рублей. Участвовало 14 заявок. Из 14 заявок у нас также 5 победителей. Село Майя, город Вилюйск, город Мирный, город Нерюнгре и город Среднеколымск. Суммы распределились. 100 миллионов выиграл у нас Среднеколымск. 50 миллионов выиграло село Майя. И остальные города выиграли по 150 миллионов рублей. Таким образом, у нас по Дальнему Востоку общая сумма гранта это 900 миллионов рублей. 10 побед. Получается, да, действительно 10 побед. А какие из них, на ваш взгляд, самые интересные, какие вы можете выделить? Ну, наверное, я бы хотела... Вообще, хотелось бы отметить работу всех команд, которые участвовали в дальневосточном конкурсе. Все муниципальные образования со своими командами отработали на 100%. Но мне бы хотелось отметить, скорее всего, город Вилюйск. Во-первых, город Вилюйск у нас по Дальнему Востоку занял первое место. Они набрали максимальный, самый большой балл из всех городов Дальнего Востока и заняли первое место. Получили 150 миллионов рублей на очень интересный проект, который называется «Поющие пески». Да, действительно, проект, название очень интересное. И почему хочу их отметить? Потому что новая команда администрации главы совместно с архитекторами, они очень компетентно отработали. И при рассмотрении самого проекта, они, конечно же, затронули, вели обсуждение с населением, с сообществами, с заинтересованными лицами. И, соответственно, получился такой интересный проект. И самое важное, что в этом проекте раскрыта история старого города Вилюйска. То есть у него же история начинается с казаков, и, соответственно, они обязательно изучили историческую часть города. И второй бы проект, я бы отметила, это, наверное, Мекина-Кангаласского района. Это село Майя. Тоже хотелось бы отметить, что по результатам именно данной группы, они получили 50 миллионов. Они заняли пятое место. Село Майя заняло пятое место по баллам и обогнали на самом деле города. То есть баллы очень большие у наших проектов. Очень радует, что вообще, когда проект разрабатывался, у самой администрации был достаточно такой комплексный подход. Мало кто знает, что на самом деле в прошлом году в мае был реализован самый качественный проект. Это Комсомольская площадь. Поэтому там работала такая команда очень интересная. И вообще у этого проекта, у них вторая попытка была участия в конкурсе. То есть в первом конкурсе они не победили, в первом этапе конкурса. И потом доработали заявку по замечаниям и прошли дальше в конкурс. Ну, вообще, очень важно отметить работу всех администраций, тем более этих двух, потому что у них очень такая большая командная работа шла. Ну, не секрет, да, что за любой победой действительно стоит команда. Кто входит в команды наших городов и сел-победителей? Помимо администрации, конечно же. Ну, в первую очередь, конечно же, это администрация. И они над конкурсными заявками работают не только администрация, а архитекторы обязательно. Туда привлекаются эксперты. И в процессе, как я ранее говорила, в процессе обсуждения проекта обязательно идет вовлечение граждан, вовлечение сообществ и бизнеса. И это стоит отметить, потому что основу проекта, будущее реализации данного проекта, это, конечно же, если администрация и архитекторы слышат потребности, идеи граждан. И также очень важно отметить, что все конкурсные заявки, которые у нас победили, в них участвуют архитектурные команды. В этом году участвовала Града, База-14, ЭГЭ, Намада, архитектор Мирослав Афанасьев, Ярус, Сибирская лаборатория также участвовала. И под руководством именно управления архитектурой и градостроительства и, конечно же, Центр компетенции ЛЕТА. Ну, очень много организаций. Как вы считаете, вот в чем секрет успеха наших поселений? Так, самый главный секрет успеха, конечно, это полное участие главы администрации. Потому что если глава администрации не заинтересован совершенно в реализации своих проектов, то, соответственно, не то, что даже участие в конкурсе, но и дальнейшая реализация проекта просто невозможна. Также очень важно, когда в команде присутствуют профессиональные многогранные такие команды, потому что необходимы эксперты очень, потому что затрагивается социальная и экономическая сфера обязательно. Ну и, конечно же, это активное население, сообщество в целом. Ну и, конечно же, хочу сказать, что вообще главный успех республики Саха и Якутия по участию в конкурсе — это, будем сказать, работа главного архитектора, который был до меня. Я назначена буквально недавно, то есть 27 мая указом главы республики меня назначили главным архитектором. Но я пришла в очень профессиональную сплоченную команду. Ирина Дмитриевна Алексеева — очень профессиональный архитектор, который именно в ее бытность началось участие во всероссийских конкурсах. И благодаря ее активному вовлечению администрации, главы администрации совершенно поменяли подход к развитию своих территорий. И это очень немаловажно. Поэтому хотелось бы отметить ее работу. Ну, кстати, в минувшее воскресенье прошел, можно сказать, и ваш профессиональный праздник, День строителя. Хочется вас с ним поздравить. И хочется спросить у нового руководителя, какова роль архитектуры в сфере строительства, именно по вашему мнению? Ну, я думаю так. Архитектура, в первую очередь, это искусство. Искусство, оно на самом деле, видов искусств очень разнообразие. У нас это может быть и художественное, и кино. Но я в чем отличие искусства архитектуры? Это то, что если, например, нам нужно посмотреть картину какую-то, нам необходимо сходить в художественную галерею. А архитектура — это ежедневно человек, выходя из своего дома, из подъезда или идя по улице, вы всегда видите это искусство. И архитектура, она должна быть живая. И самую главную роль, конечно, архитектуры в строительстве — это заложить жизнь в объекты, которые нас окружают. Потому что я думаю, что вы тоже со мной согласитесь, что когда вы выходите из дома и обращаете внимание на двор, на дом, выстраивается ваше настроение. Поэтому архитектура, она очень сильно влияет на настроение и мировоззрение человека. Поэтому роль архитектуры именно в строительстве очень важна, потому что мы, как архитекторы, мы оживляем все вокруг себя. Слушай, у нас меньше одной минуты. Буквально хочется спросить, пользуясь случаем, будет ли в этом году премия ЕГЭ? Да, конечно. А, в этом году не будет, извиняюсь. Мы решили, что премия ЕГЭ состоится в 2024 году. Решили это связать с 60-летним юбилеем Союза архитекторов. И поэтому я всем желаю побед в участии архитектурной премии ЕГЭ. Ну и будет время подготовиться. Да, конечно. Любовь, большое спасибо, что наше время пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов на новую должность. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.